Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная Медицина, доктор Евдокименко. В одной из наших программ, посвященных лечению гипертонии, мы обещали рассказать о том, как, по возможности, уйти от приема излишнего количества лекарств, выражаясь простонародным языком, как слезть таблеток от давления. Вот об этом я и хочу с вами сегодня поговорить. Но сначала два слова о том, а нужно ли вообще с них слезать. На первый взгляд, может быть, и не нужно. Если вы ежедневно пьёте таблетки от давления, при этом у вас всё хорошо, вы себя нормально чувствуете, и у вас нет побочных эффектов, возможно, ничего менять и не надо. Но при длительном приёме некоторых таблеток, особенно если человек пьёт их, образно говоря, горстями, могут возникать побочные эффекты. Снижение памяти, головокружение, слабость, кашель от приёма таблеток, боли в спине, боли в суставах. Да бог знает ещё, какие побочные эффекты могут возникать. У некоторых лекарств от давления аннотация с перечислением побочных эффектов размером с небольшой упростой. Так вот, если у вас начались побочные эффекты от приёма каких-то лекарств, тогда своё лечение нужно пересматривать. И от каких-то лекарств, возможно, нужно отказываться совсем. Или как минимум нужно начинать снижать их дозы. Как это сделать? Прежде чем начать снижение дозы лекарств от давления, нужно сделать так, чтобы после отмены лекарств или после снижения его дозы давление у вас не подскочило до очень высоких цифр. То есть нужно сделать так, чтобы после отмены лекарств не получить какие-то более серьёзные проблемы со здоровьем. Для этого нужно использовать альтернативные методы нормализации давления. Например, наше специальное упражнение плюс простой дыхательный комплекс, о котором мы неоднократно говорили в наших программах. И ссылка на комплекс упражнений и на дыхательный комплекс будет дана в описании под нашим сегодняшним роликом. И, конечно, прежде чем снижать дозы лекарств, сначала нужно разобраться с причинами вашего повышенного давления. Понятно, что если давление подскакивает у вас из-за того, что вы любите солёное, то есть обильно солите свою пищу и едите много солёностей, то никакое лечение не будет эффективным до тех пор, пока вы не станете употреблять в пище меньше соли. Опять же, если вы пьёте на ночь много чая или алкогольных напитков, или, например, за день выпиваете 5-7 чашек кофе, или целый день сидите перед телевизором и совсем не гуляете, а всё это повышает давление, так вот если это всё не изменить, никакое лечение гипертонии не будет эффективным. Соответственно, нужно менять свой образ жизни и свои привычки. Многие мои пациенты избавились от повышенного давления, всего лишь прекратив пить на ночь чай или крепкие напитки, уменьшив потребление соли, плюс гимнастика и вечерние прогулки. Я об этом уже рассказывал в наших программах и в своих книгах. Вообще, хочу заметить, что человеческий организм в каком-то смысле как машина. О нём нужно правильно заботиться, заливать правильное топливо, прокачивать двигатель, и тогда всё будет хорошо. Подчеркну ещё раз, чтобы справиться с гипертонической болезнью, нужно сначала изменить свой образ жизни и питания, плюс добавить для прокачки прогулки и наши простые упражнения, плюс очень простое специальное дыхание, и только после этого можно начать постепенно снижать дозу лекарств от давления. И вот здесь, при снижении дозы лекарств, вам придётся быть очень внимательными. Вам придётся научиться читать инструкцию к препаратам. Без этого никак. Потому что, ну, например, есть очень неплохие препараты от давления, но которые ни в коем случае нельзя резко отменять. Это бета-адреноблокаторы. Их ещё часто назначают для лечения аритмии. Как узнать, что вы пьёте бета-адреноблокаторы? Смотрим инструкцию к препарату. Находим название не самого лекарства, а находим название действующего вещества. И если действующее вещество окончание на лол, это почти наверняка тот самый адреноблокатор. Например, ну, неплохой препарат конкор, но действующее вещество у него бисопролол. Так вот, таким образом мы можем понимать, что мы имеем дело с адреноблокатором, и препараты этой группы ни в коем случае нельзя отменять резко. Дозировки адреноблокаторов нужно снижать очень и очень медленно. Отменять буквально по четвертинке таблетки в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. По другим лекарствам. Предположим, вы пьёте в день несколько разных лекарств от давления. И на этом фоне вы начали правильное лечение гипертонии. То есть вы изменили свой образ жизни, изменили своё питание, начали делать специальные упражнения плюс дыхательную гимнастику, и вот на этом фоне давление у вас начало потихонечку снижаться. Тогда можно попробовать аккуратно отменить или снизить дозу какого-то одного препарата. Только делать это нужно строго под контролем давления. И давление надо контролировать ежедневно. Минимум два раза в день. Утром и вечером. Тут мы сделаем небольшое отступление. Чем именно измерять давление? К счастью, для точного измерения давления сейчас вовсе не обязательно ходить в поликлинику. В продаже появилось много хороших тонометров по самым разным ценам. Практически на любой кошелёк. И в одной из наших прошлых программ мы рассказывали о тонометре фирмы Bewell модель Мед55. Это был анонс. Модель Мед55 в прошлый раз нам предоставили для тестирования. Ещё до того, как этот тонометр появился в аптеках или в интернет-магазинах. А сейчас этот тонометр уже появился в продаже. Так как этот тонометр вызвал большое интерес у наших зрителей, расскажем о нём чуть подробнее. Чем этот тонометр, по нашему мнению, лучше многих других. Многие тонометры сначала нагнетают воздух в манжету до максимума, примерно до 180-200 единиц. И при этом пережимают кровеносные сосуды. И только потом начинают сбрасывать воздух из манжеты. И в момент сброса воздуха идёт измерение давления. Такой способ измерения не совсем комфортен. При измерении давления сильно пережимается рука. Тонометр Bewell Мед55 делает по-другому. Он, наоборот, измеряет давление в тот момент, когда нагнетает воздух в манжету. И ему не требуется нагнетать давление в манжетке до максимума. Соответственно, у этого тонометра более мягкое нагнетание воздуха до не слишком высоких цифр. Эта функция свойственна более дорогим моделям. Но при этом стоит тонометр Мед55 не очень дорого. На конец 2018 года его можно найти по цене до 3000 рублей. Что ещё? У этой модели два режима измерения давления. Однократный и трёхкратный. Во втором случае функция называется 3-Check. Прибор сам измерит давление три раза подряд. И выдаст точное усреднённое значение давления. Причём цифры будут точными даже в том случае, когда у пациента сильно подскочило давление. Или есть аритмия, нарушение ритма сердца. Впрочем, и саму аритмию прибор тоже покажет. И ещё один бонус. В модели Мед55 экран-светофор. Экран загорается зелёным, жёлтым или красным в зависимости от результата измерения. Если давление не выше нормы, экран зелёный. Если давление пограничное, экран жёлтый. И если экран загорается красным, это означает, что у вас высокое давление. То есть на цифры в ряде случаев можно даже не смотреть, а просто оценить своё давление по цвету экрана. Но вернёмся к лекарствам. Предположим, под контролем давления. Вы постепенно начали снижать дозу одного из своих лекарств. И всё идёт нормально. Давление держится в пределах 130-140. И при этом вы себя хорошо чувствуете. Тогда это лекарство постепенно можно отменить совсем. Только ещё раз напоминаю, не отменяйте резко адреноблокаторы. И если вы принимали сразу несколько лекарств. И наконец отменили один из препаратов от давления. И при этом в течение 3-4 недель вы чувствуете себя нормально. Нет никаких скачков давления. У вас хорошее самочувствие. Так вот через 3-4 недели можно постепенно попробовать начать отменять следующий препарат. Ещё раз подчёркиваю, постепенно и очень аккуратно сокращаем дозу лекарств. Наша задача сделать так, чтобы либо вообще прекратить приём таблеток. И при этом вы себя хорошо чувствовали. Или сделать так, чтобы вы принимали не больше одной таблетки в день. По возможности. И конечно при условии, что эта таблетка не вызывает серьёзных побочных действий. В конце хочу сказать, что если мы пытаемся уйти от избыточных доз лекарств. Ежедневно принимаемых для снижения давления. Нам нужно постараться воспользоваться альтернативными методами лечения. Например, есть лекарства, которые не просто ежедневно сбивают давление. А именно лечат гипертонию. К примеру, некоторым пациентам может помочь приём банально. Настойки боярышника. Или таблеток с валерианой. Или пустырник. Таблетки с магнием и витамином В6. Вот эти лекарства, их пьют примерно 1-2 месяца. То есть их пьют не постоянно, а именно курсом. И приём вот этих лекарств может привести к нормализации давления. Ну и конечно не забываем о таких методах лечения, о которых мы сегодня уже говорили. Это гимнастика, это дыхание и прогулки. И ещё, когда вы начнёте свою нелёгкую борьбу по снижению дозы лекарств, делайте всё под контролем врача. Регулируйте дозы лекарств под его присмотром. И следите за своим самочувствием. И это на сегодня всё. Пишите нам о том, какие из методов борьбы с гипертонией помогают вам лучше остальных. Наша гимнастика, дыхательные упражнения или что-то ещё. И всё вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.